В Коми запустили цифровое телевещание, пока в тестовом режиме. Смотреть телевидение в более высоком качестве уже сейчас можно в большинстве населенных пунктов республики. В торжественной церемонии запуска принял участие и Вячеслав Гайзер. Руководителю региона показали центр консультационной поддержки, в котором жители смогут получить всю необходимую информацию о новом стандарте телевидения. Как настроиться на цифру, знает Евгений Ракин. Поистине, событие историческое. С сегодняшнего дня в Коми официально запущена сеть цифрового наземного телевещания. А это значит, что жители республики смогут получать качественный теле- и радиосигнал практически в любой ее точке. Шаг в будущее сделан. Теперь нужно подумать о доступности услуги. Дал поручение правительству региона Вячеслав Гайзер. Нам, как правительству, еще раз предстоит подумать, каким образом сделать более доступным возможности цифрового телевидения для любых жителей республики, особое внимание обратив на те условия населения, которые малообеспеченными у нас сегодня считаются, но имеют такое же право на то, чтобы получить вот такую услугу высокого качества. Сегодня цифровое вещание охватывает пока 70% территории республики. За исключением Ухты, где вот-вот завершатся работы по подключению, новый стандарт телевидения доступен во всех крупных населенных пунктах. К сожалению, подключить все 87 станций передачи сигнала летом не удалось. Такова специфика Северного края. Доставить оборудование до труднодоступных мест можно только зимой. Впрочем, сотрудники радиотелепередающего центра заверяют, к концу года введут в эксплуатацию остальные объекты. Это позволит охватить практически всю республику. Строительная часть уже на 60 объектах готова. 45 объектов уже оснащено оборудованием цифрового фирмного вещания. То есть это Е-антенны, это и фидер между антенной и передатчиком. Сами передатчики. Вот по строительной части я уже сказал. То есть это башни стоят, контейнеры стоят, электропитание подведено. Главное преимущество цифрового телерадиовещания – его качество. В отличие от аналогового сигнала цифра не подвержена помехам. Уверенный прием даже на первых этажах зданий, где антенна может поймать только отраженный сигнал, без прямой видимости на передающую башню. Второе существенное отличие от аналога – возможность передавать на одной частоте до 10 основных федеральных каналов. В ряде населенных пунктов, где это будет предусмотрено программой, будет строиться еще второй мультиплекс. Это будет уже 20 программ. И с моей личной точки зрения, это вполне достаточно для того, чтобы население комфортно себя чувствовало. Причем я обращаю внимание, что это бесплатные каналы. То есть это не требуется оплаты. Это государственная, так сказать, государственная программа, социальная программа. Принимать цифровой сигнал могут далеко не все телевизоры, а лишь с поддержкой стандарта DVB-T2 и работающей по протоколу MPEG-4. Но даже если ваш телеящик старенький и не знаком с такой кодировкой, не беда. Можно приобрести специальную приставку. Ее стоимость в зависимости от набора функций и марки производителя варьируется от 1 тысячи рублей до 3. Что касается антенны, подойдет любая, даже домашняя, но принимающая сигналы в DMV-диапазоне. Прогресс не стоит на месте. Цифровое телевидение, как мы привыкли его называть, должно полностью сменить аналог. Но не сразу. Ужители Коми еще есть лет пять, чтобы перестроиться, приобрести новое оборудование и в полной мере оценить качественно новую и стабильную систему вещания. Евгений Ракин, Константин Стартьенко, телеканал Юрген, Сыктывкар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова